Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Чем обработать семена перед посевом? Мне кажется, это сейчас вопрос самый-самый актуальный, но может быть еще важнее, чем обработать грунт перед посевом. Но сейчас я поговорю про семена, потому что некоторые будут сейчас сеять семена уже в конце января, и эта информация дорога ложка к обеду. Именно перед посевом нужно все это вам понять, изучить и пойти купить, возможно, то средство, о котором вы еще даже не знаете, особенно начинающие. Но у каждого опытного огородника есть свое, конечно, средство для стимуляции, для протравливания, проверенное временем, но перед тем, как найти свое средство, поверьте, вам придется перепробовать несколько, в течение двух, трех, некоторые даже в течение пяти лет ищут свое средство. И вот начинающие огородники зачастую пребывают в такой растерянности от обилия предлагаемых средств. Даже некоторые не понимают разницы между обработкой для лучшей всхожести и процедурой протравливания семян перед посевами. А многие и очередность не знают, как соблюдать. Вот что сначала, или вот этими средствами замочить, для того, чтобы оно хорошо взошло, или сначала все-таки протравить, для того, чтобы оно не болело. Вот чтобы немного помочь новичкам, в этой заметке, вот в этом видеосюжете небольшом, я расскажу о средствах, применяемых для стимуляции семян. И поясню, что эти препараты не обеззараживают ваши семена, они только повышают всхожесть, вот укорачивают этот период, на который мы посеем землю, и вот как они взойдут. Например, вместо 7 дней они могут зайти через 3 дня после вот такой стимуляции, и повышают их выживаемость. Все. Но если на них какие-то есть остатки патогенной микрофлоры, то они, сразу говорю, вот эти средства, они не убивают. Для этого применяем мы другие средства. Про них я в отдельном видео буду говорить. Но это те вот как фитоспорин, марганцовка, медный купорос. А это только для повышения жизнеспособности семян. Вот в таких растворах мы замачиваем обычно перед самым посевом. И очень важно знать, что сначала мы семена протравливаем от болезней, а потом уже вот в таких питательных растворах для повышения всхожести, ну вот для улучшения здоровья семян перед самым посевом в последнюю очередь. То есть, если они у вас еще необработанные, и как вы подозреваете, возможно, у них есть там какие-то остатки микрофлоры нехорошей, то их вот в эти растворы мы не помещаем. Помещаем только очищенными и протравленными. Да, сейчас в садовых магазинах выбор очень-очень большой. И зайдя в магазин, вот я и иду мимо этого стеллажа, действительно, тут не только новичку, тут можно опытному огороднику заблудиться. Я хожу, смотрю одно, другое, третье. Но в результате, конечно, останавливаюсь на проверенных средствах. И чаще всего самый-самый такой известный у нас и самый простой, конечно, это Эпин. Он у всех на слуху, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Вот у меня этикетка, извиняюсь сразу, что у меня коробки все старые, они у меня не для показов, в общем-то, а для личного использования. Вот я сейчас их занесла домой. Они, конечно, старенькие. И Эпин у меня в голом виде, но я вам вот показала вот эту картинку, вы ее узнаете. Вот это вот стимулятор, который всем-всем известный, самый простой, самый распространенный, недорогой. Его можно купить за 15 или там сколько сейчас рублей, не знаю. Это у меня остатки с прошлого года. И они у меня, я в том году вам говорила, я же беру по 10-20 штук, я их держу голышом для экономии места. Здесь у меня Эпин и здесь у меня Циркон. Вот если буква С, это значит Циркон, если Э, это Эпин. Применяется и то, и другое. О каждом из этих препаратов у меня есть отдельно видео в прошлом году. Если позволит время, в этом году я расскажу еще раз подробно. Но сейчас вы должны просто знать. Вот Эпин и Циркон, они с успехом применяются на протяжении многих лет. И если вы у кого-то спросите, чем замочить, чем вы замачиваете перед посевом, многие скажут, в растворе Эпина. Как приготовить, не буду время зря терять, потому что мне нужно весь-весь ассортимент рассказать вам. Сюда же можно еще назвать бутон. У меня его сейчас здесь нет, я еще не закупала. Но бутон это средство, которое мы применяем при опрыскивании, для лучшей завязываемости плодов. Но он является регулятором роста. И его многие тоже с успехом применяют и для замачивания семян. И делают раствор обычно 2 грамма бутона на 1 литр воды. И можете замочить все семена, какие у вас есть. Очень экономное использование. Средство капля. Тоже вот если увидите в магазине средство капля, там 1 столовая ложка на литр воды и можно замачивать. Есть средство эффектон. Вот все вот такие знакомые, в том году я рассказывала, экопин. Ну, это те, которые на слуху. Вот в этом видео я хочу сказать о тех удобрениях, которые используются для замачивания, которые для вас, особенно если для начинающих, непривычны. Вы, может быть, иногда даже и не думаете, что можно ими замачивать. Замачивать семена можно в любых вот таких вот жидких удобрениях, которые мы используем. Я вот специально даже вот так вот сделала. Для подкормок и для удобрений. Вот смотрите, написано заслон, защита растений. И в общем-то по упаковке и не подумаешь вот по этой бутылочке, что это какой-то вот можно использовать как стимулятор, как замачивание. Но тут же можно так вот читаем. Приготовление и применение. Предпосевная обработка семян луковиц клубней. То есть, гарантируют, написано, отличную схожесть, здоровую рассаду и высокую рожайность. То есть, что я хочу донести. Я вам не хочу называть название удобрений, чтобы вы запомнили. Я хочу просто рассказать принцип выбора средств для замачивания. Замочить можно любыми вот такими комплексными, жидкими, сухими удобрениями, которые мы используем в качестве подкормки. Вот идеал написано. Удобрение на основе биогумуса. Универсальное. Тоже вот тут и розочки какие-то, помидорки нарисованы. Происхождение. Жидкая фракция естественного продукта, жизнедеятельности дождевых червей. Состав. Азот, фосфор, калий и гуминовые вещества. Вот такой состав идеален для замачивания семян. Видите, написано, для подкормки всех видов овощных, плодовых. И также для замачивания семян и укоренения черенков. Иногда вот некоторые новички смотрят, все привыкли. Эпин, эффектон. А вот такие удобрения проходят все равно любые. Вот жидкая агрикола, которая для подкормки, тоже для замачивания семян идеально. Вот эти вот с прошлого года остались у меня. Различные гуминовые, все жидкие, все черные. Вот в прошлом году я показывала вам мой фитоп флорес. Это наш местный производитель делает. Все черные удобрения, которые мы используем в огороде, они идеальны для замачивания семян. Вот Аннушка в прошлом году. Я вам тоже показывала. 12 питательных элементов написано. Удобрение жидкое гуминовое. Вот такие любые жидкие гуминовые удобрения подходят для замачивания семян. Но не только жидкие. Пожалуйста, сухие удобрения. Нитрофоска, комплексное минеральное удобрение. Это тоже идеально. Здесь вот я вам читала азот, фосфор, калий в жидком виде. А здесь то же самое. Азот, фосфор и калий, но только в сухом виде. Здесь даже, по-моему, не сказано в инструкции, что можно замачивать семена. Но это средство тоже подходит для замачивания семян. Самое главное, чтобы вы знали, что все удобрения, которые мы используем в качестве подкормок, вот таких поливов, они все подойдут. Даже если, например, вам кажется, что вам надо замочить томаты, а вот это написано для огурцов и бахчевых, ну тоже, если это торфогуминовое удобрение, можно развести, сделать раствор и замочить семена. Все. Вот это самое главное, что я вам хотела сказать. Не только специальные, на которых написано для замачивания семян. Любые удобрения, можно сделать раствор. Но если... А, да. Вот если вы не уверены, например, как сделать нитрофоску, можете в интернете посмотреть, рецепты всегда есть. Но вот нитрофоску именно делаем. Одну чайную ложку на литр разводите, и все, пожалуйста, на ватные диски полежит там сколько. Но если под рукой даже не оказалось магазинных средств, то есть очень много народных средств. Такие как древесная зола, сок алоэ, они ничем не хуже. Золу то, что тоже просто растворяют в воде, и эта вода там тот же самый фосфор, калий, все, что есть вот в этих удобрениях, в природной золе тоже есть. И вот когда у меня спрашивают, чем обрабатывать семена перед посевом, чем лучше подходят любые средства, вот я вам рассказывала, и сухие, и вот эти жидкие. Вот какое выберете, конечно, чтобы подобрать именно то средство, которое вас устроит на 100%, это нужно несколько попыток. Например, в этом году попробуйте то, другое. В следующем вы обязательно потом найдете свое средство, самое такое простое, самое, как вам покажется, самое эффективное, выбор большой, но пока вы сами не попробуете, конечно, вы, может быть, вы вообще просто возьмете вот одну какую-то, но я про Эпин не буду, Эпин это, конечно, самое простое. Вот, например, ухаживаете за своими цветами, может быть, вы попробуете замочить семена, покажет хороший результат, и будете пользоваться одним и тем же средством, всю оставшуюся свою жизнь. А может быть, есть такие экспериментаторы, которые будут один год одно пробовать, другой год другое, третье, четвертое, пятое, седьмое, и можно так до бесконечности. Все, до свидания. Выбор большой, но выбор все равно окончательный за вами. Пробуйте, экспериментируйте. Я вот всего года три или четыре назад, вот у меня, кстати, сейчас нет этого, попробовала вот этот превикур Энерджи, я о нем даже не знала, вот так же прочитала по совету какого-то другого там огородника, огородника, один раз попробовала, влюбилась на него один раз и на всю жизнь, вот и все, теперь вот эти все стоят бутылочки, просто как подкормка, а семена все-таки я обрабатываю превикуром, ну а превикур я потом расскажу, меня уже просили рассказать подробно, не могу в этом году нигде купить, у нас такой город, что до нас не доезжает все самое вкусное, где-то там, наверное, разбирают в центре, превикур Энерджи нет ни в одном магазине города Бийска, вот ищу пока что, до свидания. Продолжение следует...